Мы с тобой записали такой резонанс на интервью до поединка, но логично было, как говорится, записать его после. Ну, во-первых, ожидал ли, что твои слова перед боем вызовут такой ажиотаж? Антон, да. Да нет, ну там же все думают, как им удобно. Кто-то даже гадости начал писать, ну, честно, за такое по губам их отдать. Наоборот, было больше как предостережение для магии, если он будет стоять, то Дурадолла начнет сыпать и реально будет больно. Поэтому, ну, Дурадолла, Дурадолла есть Дурадолла. А что вот он, в этой фразе, какой смысл ты закладываешь, что это фразе, Дурадолла есть Дурадолла? В контексте вчера что? Ну, что вчера, мага, мага невероятный боксер. Он отлично защищался, он двигался, то есть делал все то, что нужно классному боксеру. Дурадолла, даже несмотря на то, что, наверное, специально одел перчатки размера 3ХЛ. Обещали перчатки по 10 унций, дали по 16, плюс не дали времени на разминку. Также обещали, что в бою не будет объявления победителя, но в итоге сделали наоборот. И даже с помощью этого я не смог докоснуться дамаги. Мага был неуязвим. Нужно быть объективным. Не каждый боксер, да и даже высокого уровня, да, не выберет Дурадолл для первого боя. Ну, давай будем объективным. Так, то есть Дурадолла считается, или считался достаточно опасным соперником. И здесь какие могут быть вопросы к маге. Ну, он реально сделал большое дело. Ну, так, если разобрать его действия именно как боксера, как ты можешь оценивать, понравилось ли, может, что-то особенно понравилось. Потому что, согласись, видно было, что Исмаилов готовился вместе с тренерским штабом, какой-то план разрабатывал. Вот реально было видно на их. Ну, там Дзюжи отлично поработал. Невероятный тренер. Просто дал два совета, мага их исполнил, и все получилось. Все же было сказано в эфире, что тут добавлять. Ну, а у тебя персонально чем удивилось? Исмаилов, может, какие-то Виталии бы его боксерской техники понравились? Говорим об этом. Да, из того, что я увидел, ну, а что там было, что было, смотри, да, каких-то там разменов и так далее не было. Поэтому, ну, бил слева, как и полагается, левши. Ну, здорово попадал. Для Дородолы местами было опасно. Поэтому, молодец. Ну, тебя результат удивил, что получается все четыре раунда отдали в одну сторону? Ну, конечно, удивил. Я же говорю, что я считал Дородолу бойцом высокого уровня. И для человека, который впервые поднялся в ринг, ну, это заслуга выиграть у него объективно. Тут, конечно, многие могут там называть хейтер меня там или еще какими-то непонятными словами. Но, что тут говорить? Я думаю, даже для тех промоутеров, которые ведут своих боксеров, которые их только подписывают, они вряд ли сделают самому бойцу первый бой с Алан Реваджу. Ну, то есть, он реально умеет драться. Только вчера почему-то не дрался. Ну, наверное, Магов все сделал для этого, чтобы он не мог зацепиться за него, не мог развивать атаки и так далее. Но он по факту же ни разу не попал даже по нему. Я понял. Слушай, ну, опять же, возвращаясь к моему первому вопросу, в контексте такого ажиотажа вокруг его комментариев перед поединком. Я понимаю, что и сам Магомед это видел, и весь мир это видел, российский, скажем так, боксерский мир. И вчера у Смаила спрашивали о возможности проведения боя с тобой, чисто теоретически. Тебе был бы интересен такой мир? Да ну, куда мне? Ну, я... Если Дурадола не попал, я вообще в Магу не попаду никогда в жизни. Он легенда. Куда мне? Это... Серьезно? Серьезный ответ или как? Я не знаю, кто будет устраивать этот бой и заплатит мне столько же, сколько Магомеду. Я не знаю, кому-то это будет интересно. Вперед. То есть, чисто вопрос денег, да? Я понимаю. Ну, а какой спортивный интерес здесь может быть? Получается, первый твой ответ все-таки был такой немножко саркастический, или как это воспринимать? Какой ответ? Ну, про то, что встретишь ли ты с моим... Хотел бы встретиться с моим в Ринде. Ну, чего он в одну калитку выиграл у Дурадола? Вы же видели, какие проблемы у меня были в бою с ним. Я понял. Я понял. Я понял. Продолжение следует...